На календаре 6 февраля. 6 февраля 1878 года в Самару по железной дороге доставили первую партию турок, плененных в сражении на Шибке. Более 400 человек разместили в воинских казармах на берегу Волги, близ Часовни Святого Алексея. Вскоре к ним присоединились еще свыше 450 пленных. Лазарет для них открыли в доме купца Подурова. 6 февраля 1880 года австрийский дворянин, купец первой гильдии Альфред фон Бакана, обратился в Самарскую городскую управу с просьбой предоставить ему в аренду место для постройки большого по стоимости и операциям парового каменного пивоваренного завода. Спустя месяц небольшим, весной того же года, прошение было удовлетворено, и предприниматель с усердием взялся за дело. 6 февраля военного 1942 года в Куйбышеве состоялся литературный вечер. Перед собравшимися в Доме политического просвещения на углу улиц Куйбышева и Некрасовской выступил известный советский писатель Алексей Николаевич Толстой. Он прочел фрагменты из драматической повести «Иван Грозный». Большим культурным событием запомнился жителям Куйбышева 6 день февраля 1960 года. На сцене Куйбышевского драматического театра состоялась премьера спектакля «Чайка» по пьесе Антона Павловича Чехова. Поставил его известный московский театральный режиссер Борис Евгеньевич Захава. В ролях были заняты ведущие артисты куйбышевской драмы Зоечек Масова, Георгий Шибуев, Вера Ершова, Александр Демич и многие другие. Сегодня поздравление с днем рождения принимает депутат Самарской губернской думы Виталий Сергеевич Менчук. Шестой день февраля подарил миру многих выдающихся личностей. В их числе русский химик Николай Зелинский, грузинский режиссер, сценарист, народный артист СССР Михаил Чиаурелли, великая советская актриса театра и кино, народная артистка СССР Алла Тарасова, советский военачальник, маршал авиации, герой Советского Союза Александр Ефимов, российский кинорежиссер и сценарист, лауреат множества престижных международных кинопремий Андрей Звягинцев, а также известный музыкальный продюсер Игорь Матвиенко и другие знаменитости. Именинница сегодняшнего дня Ксении посвящен и народный календарь. Шестое февраля имеет еще одно название – Аксинин день. С этого времени крестьянская семья вела строгий учет хлеба, половина которого уже съедена, а оставшуюся часть следовало растянуть до нового урожая. Поэтому для этого дня были актуальны экономические приметы. Люди тщательно изучали цены на хлеб. Если зерно на рынке дешевеет, значит ожидается хороший урожай. Также говорили, что если на полухлебницу – это еще одно название сегодняшнего дня – цена низкая, то до нового хлеба она не поднимется. Аксинин день называли также весноуказчиком. Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей будущей весны. Это все, что мы успели вам рассказать про шестой день февраля. Хороших выходных и ярких эмоций! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!